Друзья, всем привет! С вами снова Ольга. Соскучились? Друзья, сегодня я наконец-то иду в горы опять. Очень длительное время я не была там, потому что было лето, было очень жарко. Сейчас наконец-то настала такая комфортабельная погода. Можно опять начинать свои походы в горы. И пока я буду гулять, я хочу ответить на вопросы. Как вы знаете, недавнее видео про нехорошую Россию вызвало очень бурную дискуссию в комментариях. И я не хочу оставаться в стороне. Хочу ответить на самые такие колки, на самые такие злободневные комментарии. Читая ваши комментарии, у меня создалось такое впечатление, что большинство из вас совсем не поняло мой посыл, когда я призывала вас создавать какие-то сообщества. Вы все поняли, что я призываю вас создать какие-то оппозиционные группировки, но это не совсем так. Я просто на примере корейском хотела вам рассказать, что каждая организация, какая бы она ни была, может быть это детский садик или школа, или вот мы, например, когда Софика занималась гимнастикой, это были гимнастическая какая-то, да, там ассоциация. В общем, какой бы деятельностью вы ни занимались, какая бы эта организация ни была, они все состоят в каких-то группах, это в основном такие мобильные приложения, и каждый участник, сами организаторы этой деятельности, и потребители, в общем, так сказать, и клиенты, родители в данном случае, да, если это касается детей, вот, они состоят в таком сообществе. Мобильное приложение, и на протяжении целого дня, там, 24 часа в сутки, каждый день, там ведется бурное обсуждение каких-то вопросов, каких-то планов, каких-то проблем, и это помогает осуществлять какую-то такую прозрачную связь, и не удастся замять какие-то проблемы, когда накосячил кто-то из руководства. Это помогает сплоченности, родители сплачиваются, сдруживаются между собой, один за всех и все за одного, и все друг дружку поддерживают. Коллективное такое вот решение любых проблем. Это очень круто, мне кажется, что вам не приходится в одиночку бороться с какой-то системой, в одиночку решать какие-то проблемы, всегда вас поддержат, если вы правы, естественно. Я, прошу прощения, сегодня так много людей, постоянно проходят мимо, когда люди проходят мимо, я сбиваюсь. В смысле? Непрофессиональный корреспондент. В общем, самое главное, что позволяют такие сообщества по интересам, они помогают мало того, что как бы все в порядке держать, чтобы везде был порядок, все было под контролем, чтобы не было безразличных абсолютно людей, чтобы директора там и, например, воспитатели, да, они на 100% выполняли всю свою работу. Это все, конечно, очень важно, безопасность, все такое. Но самое важное, ну я вот сейчас считаю уже, да, сравнивая две страны, две культуры, я считаю, что самое важное, что дает вот это вот коллективизм, вот это вот общение, это развивает гражданскую вот эту ответственность с малого, с каких-то маленьких, да, сегодня мы объединились для того, чтобы там какой-то поставить светофор, какой-то столбик там поставить, какой-то фонарик, объединили, чтобы сделать это, и когда вот уже народ к этому привыкает, это уже становится частью менталитета, и когда случаются какие-то действительно крупномасштабные акции, протестные, например, да, вот как было в случае с президентом корейским Пакне, люди уже просто объединяются всей страной. То есть как бы начинается это с малого, люди просто понимают, что они несут ответственность за то, за то, что их мнение всегда учитывается, и оно потом растет, растет, растет вот эта уверенность в людях. И как бы я именно к тому, что мне хотелось бы, да, чтобы в России хотя бы с малого начало что-то меняться в этом направлении. Вот и все, я думаю, в этот раз у меня получилось донести свою мысль, просто у меня в последнее время не всегда хорошо получается сформулировать свои мысли, они у меня летают. О, гриб, смотрите, что за гриб черный какой-то, кто-то его... Опять люди. У корейцев, кстати, тоже не сразу так все начиналось, не сразу они такие были супер-пупер какие деловые. Все это проходило постепенно. Раньше у них была диктатура еще похлеще, чем в России. И тоже были такие страшные революции, протестные акции, когда правительство расстреливало просто людей, толпу студентов. Кто не знает, почитайте историю. Кореи все это проходили, все это было. Люди такими не рождаются, что мне не нравится в комментариях. Многие пишут, что вот у нас такой менталитет, мы такие-то, мы сякие-то, мы трусливые, мы какие-то ленивые, мы какие-то не такие. Я такие комментарии никогда не лайкаю. Если они еще и унижают кого-то, я их сразу удаляю. Потому что это неправильно, я с этим вообще не согласна. И очень прошу вас такие комментарии не оставлять у меня под видео. Потому что даже если я чего-то такого страшного не говорю в своем ролике, но люди читают ваши комментарии и просто приходят в бешенство, бомбят там, начинают бомбить и в мой адрес, и в ваш адрес, не нужно этого ничего разжигать. Все люди одинаковые. Начните себя, начните уважать ближнего, такого же, как вы, такого же гражданина вашей страны. И не думайте, что особенный какой-то народ, и все через это проходили. Я, кстати, не знаю, какие мобильные приложения есть в России, как можно это там поддерживать. Может быть, это есть даже уже, я просто об этом не знаю. Напишите в комментариях, есть у вас такие мобильные приложения или нет. В Корее их очень много. Это и какао-толк, там и китснот, там и какие-то бэнд. Ну, в общем, там много. Главное не приложения, а главное, чтобы в этом приложении можно было создавать группы по интересам. Чтобы у вас была какая-то там группа чисто заинтересованных лиц. Корейцы, например, в этих приложениях я сколько состояла, да, в разных там, из-за детей, конечно же, в первую очередь, так как меня больше особо ничего не интересует. Там никогда никто не ругается, они очень цивильно там разговаривают. Даже если какой-то косяк, даже если корейцы в бешенстве, они всегда держат себя в руках и очень деликатно свои проблемы решают. Это очень важно тоже вести себя. Ну, как говорится, чтобы вы к вам прислушивались, научитесь сначала правильно говорить. Сбил меня с мыслей опять. Неправильно говорить, а научитесь говорить уважительно к оппоненту, относясь даже если это ваш оппонент, даже если ваши взгляды не совпадают. Всегда нужно уважительно относиться к людям. Вот, следующий вопрос, наверное, который тоже, ну, как бы, я считаю, нужным обсудить, это то, что многие пишут, что вот зачем было ехать в Воронеж, чтобы снимать такой отсталый город, убитый там, который бомбили, там они спаслись, и все такое. Тут я тоже не могу с вами согласиться, естественно. Воронеж – это город-миллионник, это не последний город в России с довольно глубокой историей своей. Там и авиапроизводство, если вы знаете, и судопроизводство всегда было. Это не последний город, и таких больших городов в России можно пересчитать по пальцам. И это довольно, это совсем не последний, да, такой неплохой пример, который можно привести. Ну и потом Воронеж, там, где живут мои родители, там, где живут большинство моих родственников, там очень у нас живет много родственников, и мы, в принципе, ехали их навестить. Мы не ехали в какую-то туристическую поездку. Это не была туристическая поездка, чтобы мы поехали куда-то достопримечательности разглядывать, там, московские, питерские. Мы ехали просто навестить родственников. И я хочу сказать, что, в принципе, это такая российская традиция, русская, да, наверное, что центр города всегда будет выглядеть хорошо, чисто, опрятно, более-менее облагороженно. Но кварталы, где живут люди, обычные вот эти, да, многоквартирные, там, кварталы какие-то, жилые комплексы, они выглядят везде одинаково. И вы не можете этого отрицать. Да, есть какие-то, возможно, элитные комплексы сейчас уже, особенно в больших городах. Но если вы живете в таком элитном комплексе, где мусор всегда убирают, где не так грязно, где нормальный асфальт лежит, это не отменяет того факта, что большинство городов выглядят именно так, как выглядит Воронеж. И те люди, которые говорят, а у нас все хорошо, приезжайте, посмотрите, у нас все нормально. Моя хата с краю, ничего не знаю. У меня все в порядке. А там что дальше? Гори все синим пламенем. Это вот и есть разрозненность людей. Нет вот этой сплоченности, к сожалению, пока. Но она будет, я уверена. Расскажите, пожалуйста, как, ну, если вам не трудно, как у вас обстоят дела, вот, например, с таким сообществом, как жилой комплекс? Как часто вы поддерживаете связь между жильцами? Как это все у вас выглядит? Может, это выглядит, как и в школе, какие-то собрания? Раз там в несколько месяцев, там, недель, лет. Не знаю, как это у вас там происходит. А как вы поддерживаете, как вы решаете вот эти вот все проблемы коммунальные? Мне очень интересно. Я знаю, что есть какие-то там ЖКХ. Может быть, стоит действительно сделать такое приложение всем в телефон, или также можно через компьютер в него заходить, если у кого-то нет смартфона, например, да? Вот. И каждый день решать какие-то проблемы, постоянно дружить, постоянно быть на связи, и быть вот в пределах одного жилого комплекса какой-то одной вот такой семьей. Что вы думаете на этот счет? Просто напишите. Мне интересно. Другой такой провокационный вопрос был в мой адрес. А что ты сделала сама, будучи, живя в России там или в Казахстане? Я не делаю особой разницы. Советский бывший союз, он и есть советский. Как бы все одинаково в Казахстане и в России. Я не разграничиваю как бы особо эти страны. Ну, по менталитету, по уровню жизни, по всему. Вот. И вы как бы спрашивали, что ты сама сделала? Уехала на все готовенькое, теперь учишь нас жить. Дело в том, что пока я жила там, я жила до 19 лет. То есть я еще совсем была молодая, когда уехала в Корею. До 19 лет я жила. Я не была нигде за границей, так же, как и многие из вас. Я вообще не знала, что можно как-то по-другому. Жила и думала, ну, так и должно быть. А что бывает как-то по-другому? Естественно, да, многие из вас сейчас так думают, наверное. Съездят в какой-нибудь соседнюю глушь и думают, о, а там еще хуже, значит, мой город еще ничего. Вот все познается в сравнении, я про что хочу сказать. Когда я приехала уже в Корею, я поняла, что вот это да, а так можно? А что, так можно было, что ли? И когда ты сталкиваешься на протяжении жизни, да, долгой в другой стране, за границей где-то, сталкиваешься с теми или иными проблемами, ты понимаешь, у тебя просто очевидна такая картинка. Вот как должно быть, по идее. А почему у нас так? А почему здесь так? И начинаешь как бы допетривать. Вот и все. И просто так как у меня есть канал, я своими мыслями этими делюсь. Ничего больше. Если бы я никогда не была за границей, я бы до сих пор, наверное, жила в своем Усть-Каменогорске и думала, в чем проблема, отличный город, все ништяк. Богатые люди живут там-то, в особняках, бедные там-то. И вот как бы стремилась бы от этой бедной своей квартиры до богатого особняка, никуда бы не выезжала за пределы Казахстана и вообще не знала бы. Все, это такая, знаете, коробочка, в которой ты сидишь, дальше которой ты не видишь. И, в принципе, тебя все устраивает. Если бы случилось, что мне сейчас пришлось бы, да, через 17 лет жизни в другой стране, мне пришлось бы вернуться на родину, наверняка я бы что-то начала менять. Это 100%. Я бы начала хотя бы узнавать, где, как, как можно организовать какие-то сообщества, какие-то группы, как можно изменить ситуацию к лучшему. Я бы, по крайней мере, начала все это узнавать. Я бы не смирилась с тем, что есть, потому что я уже видела, как должно быть. Вот и все. Следующий вопрос, какой я хотела, я тут выписала себе на листочек, что я должна обсудить. Так, сейчас, one moment, please. Про что там? Дети. А, дети. Многие из вас спрашивают, почему мы ходили по каким-то там развалинам, не показали детям какие-то музеи, какую-то архитектуру. Либо у вас нет детей, либо вы своих детей так классно воспитали, респект вам и уважуха, если вы своих детей так воспитали, что они любят просто тупо ходить по улицам и любоваться какой-то архитектурой. Которую они, кстати, сказать, не совсем понимают. Они не понимают красоты в этой европейской, ну, так называемой, да, в России европейской архитектуры. Сталинской в случае. Ну, что исключает Питера там, да, в основном какая сталинская архитектура в России. Дети не понимают этой красоты. Они просто идут, когда мимо этой красоты, они смотрят, что все какое-то облупленное, все какое-то разрушенное, как София сказала, что на сырого, какое-то убогое, все какое-то колхозное. Для них, для детей, особенно для корейских, они же не привыкли, они же не в Европе где-то росли. Для них вот все, что модное, современное, для них это красиво. Чтоб куча была кафешек еще всяких, все было инновационно. Для них это круто, им это интересно. А ходить мимо каких-то разбитых сталинских зданий, конечно, сомнительное удовольствие для корейских детей. Но, опять же говорю, если кому-то удалось воспитать в детях вот такой вкус, любовь к вот этому искусству, классике, только респект и уважуха. К сожалению, мои дети, они такие. И, несмотря на то, что с садика здесь начинают детей водить по всяким музеям, даже когда они еще ходить не начали, даже когда они еще говорить не начали, их таскают по всяким музеям. Но корейские музеи отличаются тем, что они все заточены на детей. Это такие интерактивные музеи, все проходит в форме игры, все... В общем, вы поняли, да? Это совсем большая разница с русскими музеями. И когда я спросила Софию, хочешь ли ты сходить в музей, она выпучила на меня такие глаза и говорит, «Мам, ты что? Что с тобой? Абсолют ленад!» Вот. Поэтому, да, дети куда хотели, туда мы их и водили. Они в их возрасте, в детском, что я считаю нормально, любят какие-то парки, аттракционов, аквапарки, какие-то аквариумы, какие-то детские комнаты, какие-то, в общем-таки, активные развлечения. И куда смогли, мы их сводили. Аквапарка, к сожалению, в Воронеже нет. Мама говорит, он там был и что-то сплыл. Вот. Потом мы хотели на каток пойти, дети просились, но каток тоже летом не работал. Несмотря на то, что он крытый был каток, но он летом не работал. И София еще хотела рептилий там где-то что-то посмотреть. Ну, в общем, вы все видели, да, в видео. Магазин мы не нашли с рептилиями, а вот этот вот какой-то мини-передвижной зоопарк, оказался просто ужасом на колесах. Вот как-то так. Все. Ну, а в основном мы, конечно, ехали общаться с родными, ехали как бы просто в гости, и мы получили все, что хотели. А снимали просто камеру я, как обычно, как я в Корее снимаю, так и в России. Цепляла камеру на себя и снимала все вокруг. Все, где мы были. К сожалению, все выглядит именно так, как выглядит в моих роликах. Мама не даст соврать, весь их район выглядит именно так. Ах, вот. Ну, красоту природы, я считаю, что я им показала, это самое главное. Россия очень красивая, и очень нравится мне своей природой, своими деревнями, деревнями, своими людьми. Особенно в деревне они классные. Родственники тоже очень моих любимые. Скучаем постоянно. Это то, что нам не хватает в Корее очень сильно. Поэтому я и призывала вас, конечно, всех уехать в Корею и остаться здесь жить. Но дело в том, что вот эта неотвратимая потеря, которую вы обретете при переезде, при эмиграции в другую страну, вы потеряете связь со своими близкими. И это на самом деле очень страшно. Очень плохо, я считаю. Это плохо. И все, что нам в Корее не хватает, это наших близких. Поэтому мы ехали и наслаждались только общением с нашими близкими. Когда вы живете рядом со своими родственниками, вы даже не даете себе отчета в том, как они вам нужны и как они вам дороги. Только когда вы проживете длительное, очень длительное время вдалеке от них, вы поймете, что каждая секундочка, каждая минуточка со своими тетями, дядями, братьями, сестрами, это вот как просто дороже всего, ничего дороже этого нет. Поэтому сто раз подумайте. Это то, чего вы будете лишены. Ну, а с другой стороны, да, если бы не было вот такой длительной разлуки, не было бы и вот этого всего счастья при встрече, не было вот это, когда ты с упоением смотришь на каждое движение, вслушиваешься в каждое слово, каждый взгляд, каждый вздох тебе, это настолько дорого, и если не быть вот в такой длительной разлуке, то этого никогда не ощутишь. Вот так вот. Вот, как говорится, не ценим, имеючи не ценим, потеряв... Чего там? В общем, забыла я эту пословицу. В общем, не ценим, когда рядом, да, и ценим, когда далеко. Русский фольклор меня покинул. Фу, тяжело, товарищи, идти-то. В горку все время еще и болтать, зато не скучно. Друзья, мы подошли к роднику, вот так выглядит родник в Корее. Здесь вот пьют люди, а здесь пьют животные, кто с собачками сюда приходит. Вот стоят специальные тазики, из которых можно поить собак своих. Все предусмотрено, но нету мягких игрушек. Не весело как-то это все. Скучно и банально, да? Часы есть. Три часа дня. Сейчас, думаю, залезть на гору и закат там посмотреть. Как раз, наверное, успею. Пойдемте посмотрим, что здесь еще есть. скамейки, лавочки. И очень много тренажеров. Всяких таких вот обручи даже есть. И скакалки. В общем, можно сделать такой перерыв и позаниматься спортом. Можно сесть и отдохнуть, что я сейчас и сделаю. Если ходить в гору, там сплошные папы с детьми. Мамы, к сожалению, гору не уважают. В основном ходят одни мужчины. Но женщины тоже ходят. В основном старушки. Молодые женщины. Молодые и красивые, такие как я. В основном не ходят. Они ходят в спортклуб, где у них там такие молоденькие, красивые фитнес-тренера. В горы ходят одни старики и мужики с детьми. Знаете, за что я обожаю в Корее? За что я обожаю Корею? Это за то, что когда ты идешь и поешь, ты не выглядишь дураком. По крайней мере, ты выглядишь не дурнее, чем все остальные. Потому что многие идут и поют. И это супер, как классно. Здорово, когда все немножко чудаковаты, согласитесь. По крайней мере, тогда, когда сам немножко чудаковат. Это очень приятно. Друзья, что касается комментариев. Наконец-то вернемся к комментариям. Некоторые из вас писали, что нужно было в Питер ехать. Там все прекрасно, все шикарно. В Москве нужно было погулять. Дело в том, что до того, как переехать в Воронеж, мои родители жили в Санкт-Петербурге. И я гостила у них. И скажу вам чисто откровенно, если не брать центр с этими историческими зданиями, а брать такие же жилые кварталы, просто там, где живут люди, просто обычная их повседневная жизнь, то выглядит это абсолютно так же, как в Воронеже. Ни дать, ни взять. Абсолютно никаких различий. Что касается Москвы, то почему мы так на нее среагировали негативно? Я допускаю, что это было из-за того, что у нас были какие-то завышенные ожидания. Как правило, так бывает. Если какие-то завышенные ожидания, то потом разочарование такое большое случается. Просто последние пять лет, что мы не были в России, я отовсюду слышу, просто на каждом шагу, просто постоянно, что Москва это не Россия, Москва это не Россия, в Москву вбухиваются там какие-то миллионы, что это вот такая столица Европы, и т.д. и т.п. Ну вы сами все знаете, да? Ну и мы ожидали, что действительно прилетим в Москву, будет такое все цивилизованное, все такое, как бы, ну, по современным стандартам. Но, конечно, вы сами понимаете, что транспортная система, а больше мы нигде не были, именно транспортная система, этого никто не может отрицать, она просто на самом-на самом низком уровне. Я не знаю, с какой страной это можно сравнить. Все эти вокзалы, аэропорты, метро, это просто какой-то зашквар, какой-то сюр, самый настоящий. Я не сомневаюсь, что если гулять по центру Москвы, по каким-то паркам, то там вполне возможно есть на что посмотреть. Ну, как бы, я даже в этом не сомневаюсь, что там все красиво, все опрятно, как, в принципе, и в любом другом российском городе. Центр всегда выглядит приличнее, чем все остальное, да? Например, в Корее наоборот. В Корее наоборот. В Корее в центре Сеула, это многомиллионный город, в центре Сеула могут быть и бомжи, и мусор, и так же, как, например, в центре Парижа, и в центре любого другого европейского города. Но что касается жилых каких-то кварталов, там, где живут люди, обычные, только своей спокойной жизнью, там, где нет толп туристов, там, где нет вообще таких скоплений народа, которые бросают на улице там что-то. Там всегда идеально чисто, идеально комфортно, и все продумано до мелочей. То есть, все для людей, именно для тех, кто там живет, а не для тех, на показуху, знаете, кто туда приезжает. Вот, поэтому, может быть, но если вот так вот не родственники, да, если у меня родственники не жили в России, то мы, конечно, бы не тратили такую кучу денег и не летели бы в Россию, естественно, так как я не была еще в Европе. У меня еще очень много есть стран, которых я не видела и с удовольствием посмотрела и на архитектуру, и на традиции, и на что-то еще. В общем, это было, наше путешествие было не совсем таким туристическим, сами понимаете. как-то так. Да, кстати, по Москве мы из аэропорта Шереметьево, как вы знаете, кто живет в Москве, он находится в Химках, в пригороде, да, или это район Москвы, я точно не знаю. И до центра, до самого центра Москвы, до Павелецкого вокзала мы ехали на 30 с чем-то там километров, мы ехали на аэроэкспрессе, это такой медленно-медленно едущий поездок с такими большими окнами, и, в принципе, мы видели всю Москву, как мама сказала. Вот сейчас мы едем по центру Москвы, но понятно, что из того, что видно из окна этого поезда выглядело все, скажем так, мягко говоря, не лучше, чем в Воронеже. Те же многоэтажки, страшные-престрашные, я не знаю, почему их до сих пор строят по каким-то совковым там стандартам, все это выглядит довольно убого, даже вот наш китопат, хоть они тоже безликие многоэтажки, но они совсем другого уровня, конечно. Фу, блин, лестница, о боже, помимо многоэтажек, там постоянно были какие-то заброшенные помещения, какие-то ангары, расписано все это граффити, какие-то кучи мусора, какие-то вот... Ну, в общем, пока вы едете на этом поезде, если кто-то из вас ездил, тот знает, если кто-то не ездил, можете проехаться, вся Москва будет вот так вот у вас на виду. Конечно, не вся, я не говорю, по центру-то мы не колесили, а чисто вот так вот из пригорода в центр ехали. Может, это какой-то неудачный маршрут. Кто живет в Москве, напишите в комментариях. Может, мы где-то не там ехали, я не знаю. И вполне допускаю, что опять-таки, да, есть какие-то места, парки, где не стыдно привезти иностранцев и показать им Москву. Вот так поднимаемся по последней лестнице. Посмотрите, какая красота. Это Сувон. Как видите, все дома разбросаны между сопок, между гор. И у каждого практически жилого комплекса есть выход в горы, в лес. Я чувствую, что закат посмотреть мне не удастся сегодня, потому что он еще не скоро. Сейчас пять часов вечера, а он почти в семь. Потрясающе, да? Другую сторону вид. Тоже везде горы. Так, поднялся муж со мной. Так как я собралась здесь встречать закат, а спускаться потом будет холодно, он поднялся сюда, прикиньте, как заботливый у меня муж, и принес мне кофту. Вот такая красота. И ради этого стоит подниматься в горы. там, можно выше залезть. Еще выше и еще выше. Нет предела совершенства, в Корее сплошные горы везде. Вот она, вот она, солнышко садится. И мы одни любуемся, смотрите, все любуются, снимают на профессиональную камеру. Закат. Ну правда, что-то на камере он выглядит как-то убого. Даже у мужика. Вон я вижу в монитор. на самом деле, конечно, намного красивее. Красота. Пришли, спустились с гор, поехали ужинать все. Видите, каждый на своем транспорте. Папа на велосипеде. Редактор субтитров Добавил субтитров 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...